Ну а мы переходим к первой нашей теме, и я надеюсь, что Олег Жданов у нас уже на линии. Олег? Да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я поздравляю вас с праздником Пурим, который мы сегодня у нас в Израиле отмечаем. Взаимно. Да. Давайте начнем с вот этого видеоролика, на котором расстреливают украинского солдата. Он говорит славу Украине и получает очередь. Он стал сегодня настоящим героем Украины. Про него говорит Владимир Зеленский. Вот буквально недавно поступила информация, что в 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского, украинской бригады, предварительно установили личность военного. Это Тимофей Шадура. Он числился пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года. Олег, вам есть информация какая-то? Вы можете прокомментировать эти данные? Установлено ли, не установлено? Когда было записано это видео? И идет ли какое-то расследование по этому случаю? Расследование идет. Личность установлена. Мы сейчас, все материалы передаются в Международный уголовный суд, потому что это прямое нарушение всех конвенций. Я не знаю даже, чем думали те, кто снимал. Или это было сделано специально для устрашения или разжигания ненависти между противоборствующими сторонами конфликта. Почему? Потому что конвенция четко определяет, что человек, который лишен возможности защищаться, уже подпадает под ее защиту. А здесь и такое за то, что он отказался снять шеврон и сказал слава Украине, они его просто расстреляли. Что касательно даты съемки, то скорее всего это и было в феврале месяце. Возможно было в феврале месяце. Просто видео было опубликовано именно сейчас. Но это уже установит следствие и установят как бы криминалисты в плане того, что, эксперты точнее, в плане того, когда было снято видео и где это видео было снято. Скажите, учитывая общую картину, общую ситуацию, учитывая то, что мы видели в освобожденных Украиной территориях, которые раньше были под российской оккупацией и на Харьковщине, и на Херсонщине, и в других местах. Вот, на ваш взгляд, насколько распространено это явление сегодня, что Россия, российские войска расстреливают украинских пленных в плену? Там, я не знаю, может быть, под предлогом, что это не комбатанты, а нацисты, или что это не комбатанты, а террористы. Неважно. Но насколько, на ваш взгляд, это распространенное явление? Ну, мы с этим столкнулись еще в 2014 году. Кстати, помните Иловайская трагедия, когда наши войска попали в окружение и были там расстреляны российскими регулярными войсками. Так вот, тогда Комитет по правам человека направлял специальную комиссию, и есть доказаны порядка 80 случаев добивания раненых на поле боя со стороны российского командования. Или российских военнослужащих, так правильно сказать. Ну, а то, что мы постоянно находим захоронения, особенно сейчас вот в Херсон, раскопки там идут, захоронения, где люди со связанными руками, с завязанными глазами, с простреленными затылками, как это было в 1937 году. То есть, это нормальная практика. Самое страшное из того, что я встречал, это буряты, ну, кто-то из этих вот народностей, рубили кисти рук нашим солдатам с саперной лопатой. То есть, для них это норма. Вот что самое страшное. Они это не считают преступлением, для них это норма поведения в ходе этой войны. Да, то есть, такая нормальность. Мы сейчас перейдем к Бахмуту. Прежде чем мы перейдем, я хочу еще один добавить штрих из новостной ленты, что вот украинский парамедик Юлия Паевская с позывным Тайра получила премию Госдепартамента США, которая называется International Women of Courage. За это международная премия самой смелой женщине. За необычайную моральную и физическую стойкость перед лицом российской агрессии. Мы поздравляем Тайру. Тайра была у нас в эфире. Вы помните, наверное, наши постоянные зрители наверняка помнят. И сколько троллей тогда набежало и писали нам в чате. Боже мой, кого вы берете в эфир? Нацистку вы берете в эфир? Тайра тоже пережила очень много в российском плену. И, конечно же, никакая она не нацистка. И поверьте мне, что Госдепартамент США очень тщательно проверяет, кому он выдает премии. Вот поэтому мы поздравляем от всей души Юлию Паевскую. Хотите прокомментировать, Олег? Нет, я просто хочу добавить. Почему-то очень тяжело разбивать этот миф, который создала Российская Федерация относительно Азова. Это регулярное подразделение Национальной гвардии Украины. Они все контрактники, они все комбатанты. Я вообще не понимаю, какие могут быть тут нацисты, некомбатанты или кто там, укронацисты, как они нас называют. Я имею в виду россияне. Это военнослужащие регулярно армии Украины как государство. Давайте поговорим про Бахмут. Ну вот то, что мы знаем из официальной информации. Лужные, командующие сухопутными войсками, посетили Бахмут и решили, что пока Бахмут не сдавать. Вот какая там сейчас ситуация? Потому что нам говорили с одной стороны, что Юлия Латынь, например, говорит, что Бахмут уже взят российскими войсками. Но туда зашли силы спецопераций, которые будут там вести какую-то партизанскую войну. Или вот нам говорили, что на самом деле центр Бахмута находится под контролем Украины. Просто они ушли по ту сторону, на правый берег Бахмутки и взорвали мосты. Вот по вашим данным, какая там сегодня ситуация? Смотрите, ну река Бахмутка делит не пополам город. Река Бахмутка отсекает восточную часть города от центра и западной части. Центр и западная части находятся под нашим контролем. В городе у нас, в принципе, по удержанию города нет проблем. Там мы ведем городские бои, да, они очень ожесточенные. Но там шансов продвигаться у российских войск практически нет. У нас единственная проблема с Бахмутом – это фланги. Особенно северный фланг. Он постепенно просекает, потому что российское командование кидает туда, ну просто беспрецедентное, я бы даже так сказал, количество личного состава. Вот за минувший суд 1200 человек потери. И в основном это бахмутское направление. А на южном фланге, наоборот, мы даже проводим некоторые стабилизационные мероприятия. Я бы не назвал это даже контратаками. Это стабилизационные мероприятия. И частично отодвигаем противника от трассы Бахмут-Константиновка. То есть обеспечивая тем самым более-менее стабильное снабжение гарнизона. Так что вот такая вот ситуация. Самое угрожающее – это северный фланг за самим Бахмутом, а не город. В городе, в принципе, ситуация тяжелая, но контролируемая. А что касается пригожинцев, что касается ЧВК «Вагнер», потому что мы в последнее время слышим какие-то отчаянные призывы, что если не защитят его фланги, то они попадут в окружение, они будут уничтожены или им придется отступить и посыпется весь фронт. Что действительно они в таком отчаянном положении? И не является ли это следствием того, что Герасимов не дает им снарядов? Нет. Это больше политический пиар самого Пригожина. Я не знаю, зачем он это делает. Обычно все полевые командиры в 2014 году, которые начинали выдвигать какие-то свои требования и идти против системы, они потом очень... А их уже нет. Давным-давно нету в живых. Дело в том, что, видимо, Пригожин не может смириться с мыслью, что его просто использовали. Когда он был нужен, ему давали все приоритеты. Суровикин все бросал, когда командовал вот этой группировкой российских войск на оккупированных территориях Украины. Он давал им все. И поддержку авиации, и боеприпасов. Сегодня снаряжение у них не ухудшилось. Может быть, меньше дают огневой поддержки со стороны авиации и артиллерии. И им запретили пополнять ресурс в колониях среди заключенных. Они сейчас пошли по спортивным клубам агитировать там качков, спортсменов и так далее. Ну, а сам Пригожин почему-то вот решил, на мой взгляд, попиариться, даже не попиариться, а попытаться набрать политического веса вот такими своими громкими, угрожающими заявлениями. Да. А скажите, пожалуйста, почему не видно в последнее время, не слышно, не видно Кадырова? Вот была информация о том, что он болен, что у него какой-то вот прибор обнаружили на одном из последних видео. Вообще Кадыровцы там присутствуют на фронте? Кадыровцы присутствуют, но так они же никогда не сидели в первой траншеи. Они никогда не воевали. Они шли за регулярными войсками и в основном занимались мародерством, насилием, грабежом и убийствами. И даже, да, мы даже имели, ну, имеем прецеденты, когда ФСБ сливало нам места дислокации Кадыровца под Киевом. И наша артиллерия потом наносила туда довольно хорошие удары с большим эффектом. Кадыровцы присутствуют. Вы же не забывайте, что это, мы их так называем, такой мем создали, как Кадыровцы, но это части Росгвардии. Они как бы военнослужащие государственной структуры. Просто место дислокации этих частей и укомплектованность этих частей, она за счет дислокации от Чечня и местными жителями укомплектована. Поэтому, и, кстати, вот я отмечал всегда, что развал именно начинается с таких моментов, когда федеральные князьки или руководители федеральных субъектов командует федеральными структурами. Потому что получается, что Кадыров имеет влияние на часть федеральной структуры, такой как Росгвардия. Так что они есть, но они выполняют функцию правоохранительную, комендантскую правоохранительную функцию из-за градотряда. Олег, последний вопрос на сегодня. Вот появилась информация о том, что Украина сегодня получила ПТ-Патриот с системой ПВО Патриот американские и первые танки Леопард. Вот это означает, что... Ну, это же не просто система вооружений пребывает. Это означает, что есть уже и персонал подготовленный, который будут эти системы эксплуатировать. Кстати, все идет по графику, потому что мы так и говорили, что с начала марта... Мне кажется, даже опережая график идет. Даже опережая, да. Мы ориентировались. Конечно же, нет смысла пригонять сюда системы без персонала. Они приехали с нашими расчетами и будут сразу заступать на боевое дежурство и включаться в единую систему противовоздушной обороны страны. Ну, а что касается Леопардов, это же уже не первое. Первые четыре, вы же помните, да, как были презентованы лично нашим министром обороны Резниковым. Так что это, будем говорить так, очередная партия Леопардов, которая пришла в Украину. Ну что ж, будем ждать. Ждем украинского контрнаступления в апреле примерно. Олег Жданов, большое спасибо за ваши комментарии. Большое спасибо. Как всегда, очень интересно и познавательно. Большое спасибо. И мы прощаемся с вами на неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова